Всем привет! В комментариях под предыдущими видео многие просили сделать симуляцию эволюции примерно как на канале FU52. То есть, чтобы были клеточки, и они выполняли разные команды. Ну, например, поделиться или посмотреть на окружающие клеточки. И то, какие команды они выполняют, зависело бы от их генома. И чтобы сделать что-то похожее, но не абсолютно то же самое, да, то есть как бы списывать, но не точь-в-точь, я решил сделать клеточки круглые, то есть это уже не просто клеточные автоматы, такие круглые клеточки, которые будут подвержены физике, то есть они могут сталкиваться друг с другом, слепаться, чтобы образовывать какие-то более крупные колонии. Ну и чтобы это все было легко сделать, я буду использовать Unity, ну и, конечно же, код выложу на GitHub, там будет ссылочка, можно скачать, поиграться с ним, что-нибудь поменять, какие-нибудь параметры симуляции, добавить много в своих. И изначально я сделал несколько типов клеток. То есть, допустим, будет белая клетка, которая может делиться, то есть только белая клетка может делиться. При этом есть зеленая клетка, она может вырабатывать дополнительную энергию, то есть фотосинтезировать. Есть синяя клетка, которая может двигаться. И красная клетка, которая будет кусать другие клетки и отнимать у них энергию. При этом только белая клетка может делиться. И это приводит к вот примерно такому поведению, что у нас получаются такие в основном довольно хаотичные колонии, если это можно вообще назвать колониями. И в некоторых местах получаются такие вот линии, где клетки летят, и они оставляют за собой какие-то следы. В целом, наверное, поведение не очень разнообразное, поэтому я добавил возможность делиться просто всем клеткам. Правда, белые клетки теперь стали какими-то ненужными, но как раз посмотрим, отбросит ли их эволюция, потому что начинается всё именно с белых клеток. И вот тут сразу можно видеть, что клетки начинают делиться гораздо более активно. И особенно активно делятся как раз зелёные, потому что именно они вырабатывают энергию. При этом эволюция сначала не может всё никак отбросить эти белые клетки, которые уже заложены в геном. И они постоянно создаются. Вот тут можно во многих местах увидеть такие чередования, где сначала создаётся белая, потом ещё какая-то, потом опять белая. Но в какой-то момент происходит такая удачная мутация, что зелёные клетки могут создавать новые зелёные клетки и разрастаться в разные стороны. И они резко разрастаются очень сильно. Если попробовать ещё такие подобные симуляции сделать, то опять видно, что именно зелёные клетки начинают быстро разрастаться. Другие особо не нужны. Но разве что иногда синие могут понадобиться, потому что они позволяют немного сдвигать эти колонии, потому что иначе всё будет примерно на одном месте. Но и то, зелёные могут разрастаться в разные стороны, и всё равно они занимают больше территории. При этом красные клетки какие-то получились довольно бесполезные, потому что им нужно столкнуться с другой клеткой, а делают они это не очень часто. И, наверное, их нужно бы как-нибудь переработать. У каждой клетки есть свой тип, а также есть геном. Геном это не совсем такой биологический геном, то есть не какая-то реальная ДНК, а просто набор команд. То есть каждая клетка это как некоторый такой мини-компьютер, который выполняет просто определённые команды по порядку. И команд у клеток в данный момент всего лишь 8. То есть очень мало, и можно сделать очень много, и дать тем самым сложное поведение. Да и даже из этих 8 сейчас не все команды какие-то нужные. Например, создание тех самых белых клеток. И то у этих белых клеток нет никаких таких особенностей, чтобы помочь развиваться колонии клеток. В данный момент у клетки все команды можно разделить на 3 таких основных типа. Это либо деление, либо переход на другую команду, либо снижение повышения клейкости. Если клейкость у клетки высокая, то она слепается с другими клетками, а если низкая, то не слепается. Можно эту симуляцию провести много раз и заметить, что зелёные всегда разрастаются больше всего, потому что у нас сейчас такой дисбаланс между типами клеток, и зелёные всегда оказываются самыми нужными, потому что именно они вырабатывают энергию. А ещё при записи видео клетки постоянно пытаются уползти куда-то за пределы записываемого экрана, поэтому я просто сделаю границы, чтобы клетки могли расти только в пределах этих границ. Можно ещё попробовать ограничить количество еды, которую зелёные клетки могут получить в каждом кусочке вот этого вот пространства, и тогда клеток становится уже не так много, то есть у нас не получается такого, что клетки просто разрастаются в некоторый узор, и он остаётся. Теперь у нас клетки постоянно там делятся, умирают, опять делятся. Но проблема в том, что при таком ограничении энергии клетки как-то не особо эволюционируют, они даже не могут избавиться от вот тех начальных белых клеток, которые ничего им не делают. Поэтому поменяем ещё немного. Сделаем так, чтобы когда клетка умирает, она возвращала энергию вот в этот кусочек пространства, где она находится, и, соответственно, новые зелёные клетки там смогут опять добывать еду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А ещё красные клетки, которые отнимают энергию других клеток, они слишком редко врезаются в другие клетки, поэтому я решил им дать возможность лететь вперёд, если перед ними есть какая-то клетка, которую они могут укусить. Но из-за этого получилась новая проблема, что теперь они стали более эффективными двигателями, эффективнее, чем синие клетки, которые нужны как раз именно для передвижения. Но теперь все клетки стали двигаться за счёт красных клеток, потому что клетки есть вокруг везде, со всех сторон, и, соответственно, везде как бы есть потенциальная еда для красных клеток, и они просто всегда могут летать. А ещё мне сказали, что это очень похоже на игру Cell Lab, и действительно очень похоже. Только там, наверное, более крутой дизайн, но там не такой сложный геном. Там просто клетка создаёт какую-то новую клетку, которая в ней заложена, и на этом всё. Если тут у нас геном из некоторой такой цепочки команд, то там клетка просто создаёт новую клетку в зависимости от своего типа. Она может создавать разные новые клетки. И, кстати, вот эту особенность можно так немного перенять. Это должно сильно разнообразить поведение клеток. То есть пусть теперь разные типы клеток будут выполнять как бы разные участки генома. То есть разные участки будут просто зарезервированы именно под конкретный тип клетки. Именно, кстати, вот благодаря этому получаются иногда такие чередования типов клеток, когда одна создаёт вторую, а вторая опять создаёт первую, и они так продолжают чередоваться. А ещё есть дело так, что клетка, когда умирает, она возвращает на это место не просто еду, а некоторый второй тип еды, назовём его, например, органикой, и будет новый тип клеток, которые будут есть только эту органику. То есть это прямо такие же, как зелёные раньше были, только теперь это жёлтые, и они будут есть второй тип еды. И если мы это запустим, то через некоторое время, в общем-то, видно, что когда клетки начинают умирать, то появляется очень много жёлтых клеток, которые начинают съедать всё, и, в общем-то, в конце всё заполоняют жёлтые клетки. Ну и программа получилась очень маленькая, тут буквально где-то 200 строк кода, поэтому можно зайти на GitHub и скачать её себе, и поменять, добавить туда новые типы клеток, новые команды, добавить какое-то разнообразие, чтобы клетки вели как-то себя более сложно. Ну и, конечно же, чтобы показать YouTube, что нужно лучше ранжировать такой научный или технический контент, ставьте лайк, и всем пока!